Здравствуйте дорогие друзья! Я вот смотрю на себя, лохмотость у меня явно повысилась. Некоторые страдают, что волосы хватает, лысины, а у меня тут растет, как я не знаю, трава на газончике хорошим. Итак, я немного сейчас отвлекусь от темы сердечек и ковриков. У меня просто встала задача сделать что-нибудь техническое такое, и для этого мне нужно понять, как работает, допустим, как создать шестеренку, как сделать там какой-то по кругу пустяки и так далее. И я сейчас это сделаю. Так, для этого я выбрал вот такую картинку. Ну, просто кусочек какой-то понравился. Так, теперь сделаем ей непрозрачность сразу же. Вот и перевор. Я не скажу, что мы точно должны сделать, но хотя бы понять, как это работает. Так, сразу слои закроем. И сделаем новый слой. Назовем его... Так, шестерня. Шестерня. Так, окей. И делать я буду по наитию, как бы я себе представляю. Так, я только прежде, чем это, конечно, сделать, я бы соединил это... С перекрестьем, с каким-нибудь вот здесь. Вот, допустим, здесь центр. Плохо видно. Надо еще сделать. Ну, вот так. Вот тут у нас будет перекрестье с шестеренкой. Мне нужен центр, ребята. Мне нужен центр. И теперь мы встаем сюда. Я беру контур. Ну, скажу, черный. Окей. А, ну я в белый пошел непонятно. Черный. И скажу, что он у меня должен быть. Сейчас поймем, какой он должен быть. Возьмем сначала инструмент, вернее, инструмент эллипс. И я вот думаю, в фотошопе от альта, если я попляшу, да, он берет центр. Я шив зажму, тогда он будет делать прям красоту. Все отлично. Вот. Так. И теперь давайте увеличим размер. Окуданный ставит точно такой же, как этот. То есть я просто добавляю пунктики эти. Ну, вот так. Хорошо сделали. Отлично. Так. И теперь зубцы, зубцы, зубцы. Ну, это просто. Мы возьмем сейчас инструмент прямоугольник. И сделаем тут какой-нибудь зубец. Тут наверху. Ориентируюсь. Примерно так вот. Тоже по центру. Ну, вот так. О! Мне не нужно это. Не нужно, чтобы оно закрасилось. Ну, не белым, а черным. Вот так. Все отлично. Следующее. Что-то цветло сколько-то все время. Сделаем-ка мы его вот сюда. Пускай здесь торчит. Так. Или вообще не нужен он. Теперь нам надо взять вот этот круговой инструмент. Поворот. Как я поймаю. И зажатым альтом мы сейчас тюкнем прямо вот в эту серединочку. Альт зажмем и тюкнули так. Вот. Никогда не думал, что здесь можно формулу применять. То есть, я хочу на 360. Ну, а это опытным путем. Тут. Ну, сколько их здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Ну. Скажем так, двенадцать пока еще поставим. Двенадцать. И скопируем. Теперь мы можем Ctrl D делать. И пойти по. Я вижу, что нам надо бы как бы. Так. Вот так. 360. Не, ну не, надо на отмену сделать. Чуть. Не чуть, а, скажем так, сколько я говорил. Двенадцать. Давайте сделаем. Прибавим еще процентов 17, к примеру. Или 18. 17 не бывает. 18 давайте сделаем. Так. Еще раз идем сюда. Альт. Сжимаем, кликаем. И говорим, что 360. Разделить на 17. Ой, 18, допустим, да. И говорим, копировать. Ну, вот так оно более-менее. Ну, не важно это. Ну, мы сейчас сделаем пример. Понять, как это работает. Работает оно отлично просто. Далее мы выбираем все. Превращаем это в объекты. Заливку, обводку разбираем. А потом просто идем в обводку контуров и говорим, что вот соедините к нам все. Отлично. Теперь убираем цвет. Берем контур. И контур начинаем делать таким, каким нам нужен контур. Ну, допустим. Два. Хорошо. Два. Отлично. Так. Теперь мы пускаем, что самое я помню. Это мы можем по кругу пустить, допустим, точечки. Мы сейчас создадим такую кисточку, маханьку. Она может быть и есть уже здесь в образцах. Но как бы я привык, что уже сам сидел. Так. Ну, и для тренировки не помешает. Инструмент Ellipse. Это убираем. И ставим черное, допустим. Да. В кочурную поставим. Так. Увеличиваем. Делаем маленькую такую штучку. Зажимаем Shift. И получаем пунтирчик. Хорошо. И говорим, что это наша новая кисточка. Абсолютно новая, свеженькая. И мы ее узорчатой, может быть, назовем. Потому что там есть возможность интервалы делать. Да. Вот она. Так. Интервал. Скажем так, интервал. Ну, какой. Там большой интервал. Скажем так, 30%. Ок. Ну, это мы потом. Здесь сейчас убираем эту. И вот то, чему я и хотел. Теперь мы возьмем тоже Ellipse. Отключим ему все. И тоже из центра зажав Alt, пойдем и Shift другим пальцем. Пойдем вот сюда, где они есть. Вот они. Во. Так. И скажем, что нам надо вот этой кисточкой. Ну, тут, конечно, перебор. И мы, ясно дело, можем сделать, допустим, интервалы, ну, скажем так, 80%. Посмотрим, что будет. Применеть маска. Ага. Даже это. Много. Все равно много получается. Сейчас посмотрим. Есть ли возможность как-то это дело, с этим справляться. Я даже не знаю. Так. Величина. Можем поменьше величину сделать. Это понятно. Интервал. А 200% будет брать? Да. А, и 300% будет брать. Ага. Я даже 400% сейчас сделаю. Во. ОК. Применеть. Отличненько. Это вот то, что нам и нужно, ребят. Хорошо. Теперь сделаем кисть вот такую квадратную. Кисточка. Где у нас квадратик? Сейчас тоже сделаем вот такой квадратик. Вот такой. А мы можем никакие сделать совсем. Так, закрасить его. Этот убрать. И позагнать его сюда. Так. Вот сюда. И развернуть. Что. Так. В общем, мы нарисовали квадратик маленький. Вот такой нарисовал. Что это не увеличиваешь? Вот такой квадратик я нарисовал. Соответственно, как вот эти. Так. Теперь мы повторим этот же фокус. Посмотрим, как он нам удастся. Берем. Альт зажимаем. Кликаем. Он нам говорит. Вот так. 12% повернул. Не надо. 360. И скажем так, на 24. Пример. Поделим. На это. На 24. 24. Скажем, копировать. И теперь. Пойдем. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Вот так. Вот так. Вот. Отлично. Хорошо. Вопрос теперь в том, можем ли мы это освободить от квадратиков. Да запросто. Все. Получилось. Хорошо. Первым. Справились. Теперь мне надо вот эти две дуги. Я думаю, самым простым было бы создать круг и его порезать на четыре части. Вот с ножницами у меня как-то проблемка, но ничего. Я сейчас думаю, найду как это сделать. Чтобы сделать вот эти две полуоси, я думаю, самое простое, это было бы взять треугольничек сейчас. Пока еще вот не все знаешь функции, поэтому думаешь, что бы лучше здесь подошло. На самом деле, когда вот работаю с фотошопом, я там вообще не думал. То есть, взял и все. Так. Вот так. Инструмент, который нужно. Сейчас сделаем потолще эту штуку. Вот так примерно. Может потолще. На любителя. Так. Превратим это в объект. Скажем, разобрать заливку в водку. Отлично. Ну, а теперь по случаю поступим точно так же, в принципе. Я возьму сейчас какой-нибудь красный такой. Ой, нет. Уже у меня выделены. Вот это я всегда забываю. Или синий. Так. Беру прямоугольник. И вот здесь я смотрю, где она у меня. Вот здесь кончается, а это кончается вот здесь. То есть, я не точно по кругу. Вот так. Открываю. Прямоугольник и группу с шифтом, зажатым, выбираю. И говорю, что, ребята, отрезать. Есть. То же самое делаю теперь вот с этой. Тут я бежу вот так. Ну, черный получился. Ну, и ладно. И тоже вырезаем. И так мы получили с вами вот два таких симпопуличных штукенции. Хорошо. Теперь задача стоит вот эти, да? Вот эти. Квадратики какие-то. Эти тоже сейчас зажмем. Тут главное логику понять, что эта штука, она, по сути дела, движется по определенному кругу нарисованному, да? Вот так. Вот она. Можно вот это только, чтобы видно было. Так. Хорошо. А теперь вот тут нарисуем вот этот самый квадротик. Нарисуем его по прямой. Так. Так. Вот она. И мы его сейчас тут и нарисуем. Но нам нужна не обводка. Нам нужна вот эта штука. Обводку наоборот уберем. Так. Ну пусть будет вот такой квадратик. Теперь пойдем этому квадратику скажем. Давай-ка ты покрутишься. И по этой. Я думаю, самое простое будет. 360 на... На сколько? Тоже на 24. Давайте сделаем. Посмотрим. Копировать. Маловата. Еще раз сделаем. Вот так. Короче. Берем инструмент поворот. Alt зажимаем. Кликаем. Получаем. Говорим. 360 градусов. 360. И... 24 было мало. Сделаем 36. 36. И скажем копировать. Вот. И теперь. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Допустим. Уколу может копировать. Я думаю, так быстрее будет. В общем-то. Что-то выбирать. Разбирать. Удаляем. Вот тут кружочек. И тут просто-напросто тупо удаляем то, что нам не надо. Допустим. Вот тут. Но не нужны. Удаляем их. И здесь. Вот отсюда. Ребята, это может быть вполне неправильно. Да? Но. Мне как бы все равно. Сейчас я, главное, добился чего я хотел. А каким способом, может, уже никого не должно волновать. Готово. Так. Я сейчас сделаю то же самое. Это. А круг я заменю. Так. Секунду. Я вас пока отключу. Так. Я сейчас попробую без... То есть, вот я нарисовал эту штуку, да? Попробую без заливки. Просто кружочек нарисовать. Здесь кружочек. Эллипс. И вот встав середку. Я просто сейчас сделаю без заливки. Причем мне так интересно. В середине или надо внизу вставить? Ну, главное, шею держать, чтобы ровно было. Вот так. Так. Теперь надо выбрать... Вылить этот. Пойти в крутилку. С альтом нажать вот здесь. И сказать, что 360. Нужно быть 18 хватит. Разделить на 18. И не забывать копировать. И... 18, наверное, намного. Ну-ка. Да. Надо 16. Да. 16 было правильно. Число. Теперь. Control D. Control. Control D. Control D. Control D. Прекрасно. Такой цветочек получился. Отлично. А это я сделаю несколько по-другому. Ребята. Я сейчас возьму кружочек. Просто на отдельном слое. Я хочу ситечка сделать такую. Так, ситечка. Ситечка. Сейчас возьмем маленькие какие-нибудь эти. Тут закроем. А тут откроем. И выберем вот здесь. Вот в этой библиотеке в узорах. Выберем сейчас базовую графику от точки. И вот здесь есть всякие точки. Можно больше, меньше. Ну вот. Только сюда. Давайте оставимся вот на этих точках. Да. Теперь берем инструмент Ellipse. Тоже зажимаем Art. По идее здесь должны появиться точки. Да. Вот они эти точки. Мало того, мы теперь открываем еще облотку. Открываем облотку и закрашиваем ее черным цветом. Побольше, да побольше. Вот так. Закрасили. Отлично. Ну и в середине сделаем... По краям вернее такие кружочки черные. Тоже как пробивающие побольше дырки. Сделаем еще одну копию. Это можно удалить. Да. Вот так, да. А здесь мы сейчас возьмем кружок. Скажем черные. Паттер нам не нужен. Возьмем белые. Ок. И в самом центре тоже сделаем такое отверстие. Вот так. Вот. Вот такая штука получилась. Ну вот, чудненько. И последнее, что я хотел еще опробовать. То есть, какое-то техническое... Не знаю. Какую-то закоречку техническую. Что я имею в виду, то это я сейчас возьму, к примеру... Ну, просто вот тупо возьму сейчас. Так, линейку сделаем потолще чуть-чуть. Может поменьше. Вот так. Три. Так, здесь возьму инструмент. Прямоугольник. Вот нарисуют какой-нибудь квадрат. Это чисто вот все попробовать, ребята. Потом. Эллипс. Так. И какой-нибудь квадратик. Вот так уже заполненный. Без... Заполненный сказал. Так. Оставим так. И теперь этот наоборот уберем. А сюда залить нет. А вот сюда зальем. Чем-то. Да. И делаем просто вот такой квадрат. Так. Я говорю, хочу попробовать какой-то элемент. Делаем его поменьше. А, вот тут ошибка. Ребята, его надо сформировать в одном объект. Разобрать. Иначе у нас получается... Что уменьшается? А контуры непропорционально большие. Так. Сейчас еще чуть-чуть уменьшу. И возьму теперь... Что я возьму? Я возьму кисти. Кисти и сделаю это нашей кистью. Вот туда раз. Я брошу и все. И скажу, что это узор 4 кисти. Вот он сказал, что окей. Это я могу удалить. Теперь смотрите. Я сейчас просто возьму... Квадрат без заливки. Это будет интересно. Как оно в углу себя поведет. Так. Вот. Сделали. Да? Заливки не надо, я же сказал. Так. И интересно, что... Вот если я этот удалю сейчас... Да? Видите? То есть он не удаляет. Здесь не собирает в одну. Он собирает... Он оставляет две направляющие. Что в принципе мне и надо. Я сейчас на него просто брошу эти дела. О, как интересно. Он может даже так, да? Ну и естественно, что... Здесь мы можем... Какую хоть рамочку можно сделать? Интервалы поменять. Можем величину поменять, да? Или сделать интервалчики, скажем таки. 20% интервалов, да? Сразу видим, что это будет. Окей. Применить к носкам. Вот, пожалуйста. Такое можно делать. То есть все вот здесь в кисти, все находится здесь, как вы помните. Да? Мы уже с вами делали. И вот мы такое футурическое, механическое что-то с вами собрали. Я думаю, что в дальнейшем, когда мы отойдем от лебедей с ковриками, это пригодится. Да и вообще я хотел попробовать сердечко сделать в стимпанковском духе. Честно говоря. Ну, лежит у меня душа к этому. Поэтому я, наверное, когда-нибудь сделаю. Но, во всяком случае, вот я теперь подготовился, как делать круги эти, как там элементы и так далее. Я думаю, вам тоже это пригодится, да? Ну, а сейчас, ну, точно вернемся к лебедям. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!